Территория машин Всем привет! С вами Территория машин. Программа об автомобилях, событиях и людях. Меня зовут Максим Колесников. Сегодня я расскажу вам о детском электромобиле и планах автоваза. Британская фирма Morgan прославилась тем, что выпускала легкие и быстрые автомобили с весьма оригинальным дизайном. Но время на месте не стоит. Конкуренты стали активнее и злее, а многие из них ушли под крыло крупных корпораций. В Morgan решили, что привязанность к бренду нужно воспитывать с детства, и предложили миру детский автомобиль. Точнее, электромобиль Morgan EV3 Junior. Маленькая машинка способна разогнаться до 16 км в час, а дальность пробега — 16 км. Хватит, чтобы удрать соседний поселок бабушки на плюшки. Батареи заряжаются 4 часа, а салон, кстати, отделан кожей, как у взрослых. В Британии серьезную игрушку можно купить за 500 тысяч рублей на наши деньги. Заказ можно даже оформить в интернете, просто указав нужный цвет. А ведь когда-то, еще в конце прошлого века, детские автомобили были педальными и мило скрипели плохо смазанными трапециями. Помните педальные москвичи? Между прочим, цена некоторых из них доходит до 100 тысяч рублей. На автовазе очень серьезно думают о том, как увеличить прибыль. Ведь прошлый год показал, что у завода не так уж и все хорошо, а точнее совсем нехорошо в плане финансов. Ситуацию помогают спасти X-Ray и Vesta, которые продаются достаточно бодро. Но нужно думать и об экспорте. Не секрет, что автомобили Lada при СССР продавались в десятках стран и во многих из них были бестселлерами в своем сегменте. Но Союза не стало. Вместе с ним развалилась и дилерская сеть. В какой-то момент продажи наших автомобилей за границей приобрели гомеопатические масштабы и про Lada в мире забыли. Теперь под опекой Renault-Nissan позиция завода совсем иная. Экспорт нужно развивать. Но есть один нюанс. Экологические нормы в том же Евросоюзе. Они становятся все жестче с каждым годом, а вазовские моторы им соответствовать уже не могут. Так вот, президент АвтоВАЗа Николя Мор заявил, что очень возможно наши автомобили получат дизели и даже гибридные установки. Кто будет их поставлять, пока непонятно. Но гибридная Lada – это же прекрасно, товарищи! Это была «Территория машин». Не забывайте пристегиваться. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...